спасибо я небольшую водную сделаю формат однозначного не было и поэтому я решил его немножко разнообразить исходя из своего опыта прошлого возможно кто-то уже слышал лекцию которая хочу сейчас рассказать она про стратегию про то куда мы идем вот но я вчера прилетел из баку и прочитал в четвертый раз наш курс продуктовый и мы полностью переделали логику этого курса мы сделали очень много практики когда ребята делили на команды и в этих командах они садились и прорабатывали идеи и но это кажется просто такая базовая но очевидная вещь что прорабатывая самостоятельно ну то есть проходя через через свою руку проводя какую-то задачу или инструмент ты всегда будешь гораздо лучше понимать как он работает вот я если честно хотел сегодня большую часть времени потратить на то чтобы мы с вами поработали и вы вопрос про стратегию закрыли для себя лично вот и как результат мы сегодня ушли и у вас появилась стратегия вас как человека то есть не организации потому что организации это все круто и классно вот продукты это тоже здорово когда у них есть стратегии но кажется прям супер полезно когда есть стратегию человека а сейчас учетом того что нас вокруг происходит окажется что вообще ничего не понятно как будто бы статегия будет полезна вообще все вот поэтому если кто не хочет построить формат теория плюс практика когда прям можно будет сидеться рисовать думать а потом рассказывать что у вас получилось если несложно попробуйте запастись либо листовой кучкой пока я там буду вещать вот либо google doc ну чтобы у вас было куда написать поэтому у нас будет небольшой перерыв когда я дам вам пять-десять минут посидеть поштурмить подумать вот чтобы вам было куда зафиксировать все одно даже банально на телефон заметки например что потом можно было на эту тему подискутировать вот если возражений у кого нету погнали ставьте плюсик если все окей в чате я сообщение ваше читаю вижу вот а я пока поширю презентацию все плюсики есть два плюсика мне достаточно две стратегии сегодня напишем три четыре пять отлично понятели шерсть скажите пожалуйста видно как всегда прошу ребят по возможности включайте камеры потому что приятнее и зуме общаться с живыми людьми с именем и фамилии на сером фоне поэтому не стесняйтесь врубайте хочу видеть в общем поехали что поговорим сегодня про стратегию проведения кажется безумно полезно хорошая штука есть разные форматы и сегодня посмотрим верно оба варианта легкая сложная как как бывает вот поехали кто я я сергей и я продакт . фаундер команда из проекта мы занимаемся консалтингом с моим коллегой партнером вот помогаю вики в том числе уже сколько рек с тобой мы полтора года два уже два года мы очень тесно взаимодействуем вот безумно рад этому всему что есть возможности помогать вам не работать вместе с этой вот последнее время стал посещать все больше времени менторству наставничеству кажется что очень клево хорошая штука полезно вот ну и плюс мы занимаемся работы с финтехами обучаем продуктов финтехов собственно проект который приехал вчера как раз по шабанка азербайджанский очень крупный банк читали курс для продуктов помогали ребятам собрать новый состав из участников что мы сегодня хотим сделать мы хотим пройтись про видение стратегии фокуса тактику разобраться с как с этим совсем жить посмотрим на фрейборки посмотрим на стратегии и дополнительный бонус как я говорил хочется чтобы у каждого из вас на выходе появилась своя собственная стратегия сразу же заявляю я не филипп котлер я к сожалению не смогу вам дать их супер крутых космических знаний но все что дальше будет она построена на большом количестве стратегий которые я помог бизнесом написать и по сути точка банки например когда мы пришли одна из самых больших задач была мы должны были сделать стратегию совершенно нового продукта которого до этого не было это все бизнесовая история но моя задача сегодня с вами как людей есть хорошая цитата марка тв мы читать ее не буду вы сможете почитать мне кажется она очень хорошо символизирует что такое стратегия зачем она нужна и я всегда привожу такой пример интересный что ну грубо говоря если вы выйдете утром на улицу с рюкзаком куртки с зонтиком куда вы пойдете у вас технически будет 360 градусов направлении куда вы можете бегать и вперед и назад и влево и вправо и движаться двигаться непонятно куда то есть непонятно как действовать но собственно все поменяется если вы выйдете с тем же самым рюкзаком и зонтиком имея у себя в голове картинку что вам надо оказаться грубо говоря в петербурге например или в москве не знаю здесь становится всем иначе если я знаю конечную точку куда мне надо попасть то я могу построить какой-то набор действий чтобы там оказаться ну предположим я выйдя в москве на улицу знаю что мне надо оказаться в петербурге знаю точку б конечно на что я могу сделать спросить у бабульки возле подъезда как мне добраться до питера начать гуглить в интернете я не знаю сесть на автобус поехать в сторону вокзала то есть начать перебирать различные варианты и вариантов кажется на самом деле очень много и самолетом туда можно уйдеть и пешком можно просто идти хотя бы спросив направление куда двигаться вот дальнобойщики которые могут меня подкинуть и так далее то есть кажется что когда мы знаем куда нам надо попасть когда мы знаем финальную точку точку б и пункт а с которым мы идем то все становится проще остается просто понять какие шаги нужно предпринять что нам отказаться но если мы эту точку бы не знаем то полосове стена у нас в активности на большая мы начинаем двигаться в разные стороны в итоге окажусь где-нибудь на камчатке что тоже вроде бы неплохо вот но собственно а нужен был питер и как раз вот вся история про точку б то куда мы идем она все очень тесно связано с видением со стратегией кстати как двигаться собственно про это сегодня будем говорить продуктовая стратегия либо стратегия продукта это тот самый план благодаря которому мы можем сечь цели тех самых целью те самые точки б на которые мы должны попасть и здесь наверное стоит сказать про фокус всегда показывает пример я его адресую сейчас наверное как организации то есть руководителю организации но и он очень легко перекладывать что также нас как на персонале предположим есть вы человек который говорит что я хочу двигаться туда то есть у нас в нашей организации нашего продукта есть определенная цель вокруг вас есть другие люди которые вместе с вами работают которые помогают вам к этим целям двигаться может быть не помогает но у них свои какие-то картины мира и свое видение куда они будут и что они хотят делать и задача нас как владельцев села продукт менеджеров как угодно сказать ребятки мы идем туда то есть задать фокус благодаря чему вот эти вот стрелки они начинают направляться в одном направлении с нашим мы начинаем идти совместно эти люди они собственно поворачиваются уже к нам и не начинают двигаться вместе с нами и это получается не лебедь рак и щука все трое там четверо целая компания из многих тысяч человек они начинают двигаться в одном направлении ну а соответственно усилий гораздо меньше на это приходится брать и результат скорее всего будет гораздо эффективнее но при этом мы еще говорили про видение мы говорили про стратегию и слишком много таких вот всех определений становится тяжело поэтому кажется что логика могла быть следующее то есть у нас имеется некий фокус то есть мы говорим что мы двигаемся вот в сторону питера мы говорим что у нас есть видение я должен оказаться на невском проспекте через два месяца при этом мы дальше начинаем формировать стратегию как туда попасть и тактику что мы должны делать прямо сейчас чтобы там оказаться вот но бывают стратегии по простому мы практически дальше поговорим но для того чтобы это все построить когда мы общаемся именно про стратегию компании всегда хорошо было бы смотреть на то откуда мы можем брать какие-то вот эти вот идеи и мысли для того чтобы туда двигаться первое что у нас есть это цели компании цели компании например точка банк цель компании сделать определенные обороты привлечь определенную долю клиентов с определенными оборотами у компании которые занимаются транспортной доставкой например это может быть какой-то объем по перевозкам финансовые показатели и так далее вот если мы слово компания заменяем на человека на сергея то скорее всего у сергея тоже какая-то есть глобальная цель возможно она связана с семьей возможно она связана с личными какими-то амбициями то есть это всегда можно переложить реально стоит история с трендами тренды которые влияют каким-то образом на рынок которые могут каким-то образом нам помешать достижение нашей цели коронавирус текущие события которые происходят и например тренд на то что идет повсюду общая цифровизация есть мы эти тренды тоже можем учитывать и для построения стратегий компании и точно также для построения стратегии сергея грубо все больше компании занимаются цифровыми вот этими трансформациями я как эксперт могу в этом быть силен соответственно я могу использовать этот тренд для того чтобы но развиваться идти в этом направлении потому что минимум тренд не на месяц не на два на долгий-долгий период вот и конкуренты это те ребята которые рядом с нами стоят на рынке которые отнимают у нас клиентов но у них клиентов отнимаем возможно точно так же это все на компанию очень легко можно для себя гораздо проще с кем-то учился понял у меня было со мной рядом три одноклассника или отличники и вот я всегда хотел написать контроль на 5 а чтобы кости например написал на 4 обогнать его где-то но вот этот момент он всегда очень хорошо нас поднимает наверх и здорово будет если вы найдете конкурента как там у вашей компании например для себя то есть с кем вы будете бороться причем эти конкуренты они но не всегда с негативной коннотации то есть конкуренту может быть и партнером вашим который по сути вам будет помогать вот поэтому здесь больше конкурент формате того что тот кто будет тебя двигать вверх и растить и собственно как выглядит стратегия в том формате в котором мы сегодня с вами проработаем самая простая стратегия скажем первое о чем говорится всегда это видение собственно оно же заменяется словом стратегии но видение гораздо лучше это что-то что произойдет через пять лет вызов это следующий шаг на уровне ниже что мы должны сделать за три года чтобы у нас вот этот видение случилось на следующем шаге мы должны сделать что-то такое прямо сейчас чтобы у нас получилось результат вызова трех годичного который нас приведет в пятилетнюю перспективу вот и у нас есть текущее состояние то есть где мы сейчас находимся и что мы сейчас с вами делаем собственно всегда пишется сверху вниз то есть сначала мы говорим про видение про пятилетнюю историю потом говорим про три года потом берем что делаем сейчас и что у нас имеется но реализовывать начинаем всегда снизу вверх то есть пишем сверху вниз выполняем снизу вверх здесь вот я попрошу по возможности ребят у нас здесь 12 человек сейчас включите микрофон или может быть чатик напишите как думаете почему написание вот этой вот истории нужно начинать именно сверху почему мы сначала пишем про картину вот этой вот пятилетней перспективы какие у вас мысли можно микрофон вырубать приварите не стесняйтесь пишите в чатик чтобы веснук дайте точку б до вектор понимать что меня очень не осложняли на огонь правильно но самое ключевое почему пять лет хорошо вот да спасибо им позволяет ставить нам большие цели то есть мы не ограничиваем себя по какими-то рамками потому что если мы будем говорить про ближайший квартал или ближайший год мы можем сказать ну там я все понимаю там все ясно я не смогу перешагнуть что-то вот большое даже мы говорим про пятилетнюю историю то мы можем начать фантазировать вспомните я не знаю что вы делали пять лет назад относительно текущего момента о чем вы думали пять лет назад думали ли вы что вы окажетесь там сегодня на этой лекции будете заниматься тем чем вы занимаетесь прямо сейчас то есть эта вот история с пяти годами нам дает очень широкий простор дает очень много вариативности для действий а значит нам ослабляет и снимает вот эти вот шоры которые нас могут ограничивать в первую очередь это сделано для такого чтобы мы могли с вами фантазировать самое главное это фантазия что мы здесь даем для себя очень большой простор вот есть хороший вопрос который сейчас создают нужно ли обновлять стратегию да безусловно и можно обновлять скажем когда начался коронавирус и всех посадили по домам а у вас предположим была стратегия каждый день посещать по новым ресторан утре сейчас не знаю зачем это могло быть полезно для точки б в которой вы окажетесь когда-то мы положим то есть все ваша вся концепция нарушится потому что появились какие-то новые факторы которые нарушают ход вашей мысли и ход деятельности соответственно таких случаях действительно стратегию нужно обновлять садиться носить корректировки это касается и ваших личных целей и возможно там корпоративных ровно как и изменение каких-то экономических ситуаций на рынке и так далее то есть эти все вещи они требуют обновления я для себя например принял как правило раз в год просто садиться и пересматривать эту стратегию пересматривать цели собственно куда я иду кажется что год достаточно такой хороший этап чтобы сделать выводы и посмотреть что у нас будет там дальше на следующий этап а теперь давайте глянем пример возможно кто-то из вас это видел но я думаю повторением отвечения будет не лишним какая история ко мне обратились мои друзья которые попросили помочь им стратегии их компании вот это было два владельца бизнеса они занимаются разработкой сайтов на тильде и насколько я знаю вы дело уже проходили для вас слово тильде не является чем-то страшным в общем это конструкторы сайтов вот так вот выглядит стратегия финального времени то есть мы говорим что за пять лет компания дело станет вот таким вот при этом за три года нужно сделать вот такие вот вещи чтобы достижить действий и каких там активности прямо сейчас вот но здесь интересный кейс потому что у нас было два собственника и нужно было первых между собой синхронизировать потому что две картины мира которые вообще могут пересекаться и и там что угодно может быть у каждого свои тараканы поэтому первое что я сделал клиентам вас мы запомнили с ребятами супер крутой полезный инструмент вот если у нас будет возможность можно будет его как-то рассмотреть если вдруг там никогда не сталкивались ребята запомнили они проговорили каждый озвучил свои карточки ну там грубо говоря какие проблемы какие решения есть чем они отличаются от конкурентов честные преимущества каналом они будут взаимодействовать со своими клиентами и так далее а потом я попросил их расписать стратегию ту самую вот и собственно один из их обоих я зовут один или я написал что за 5 лет компании становится самым крупным бизнесом в рф клиентах написал количество там крупных брендов портфолио большие доходы зарплаты больше фэшн и так далее следующим шагом вот это придумал то есть это очень красивая и классная картинка пятилетняя которая меня мотивирует у меня в смысле и на следующем шаге я бери а чтобы не сюда прийти что мне надо сделать за три года методом включает голову и начинает говорить что нам надо делать вот такой набор шагов такой набор есть то есть начать искать первых клиентов выйти на на выязычный рынок чтобы собственно стараться с работой с зарубежными заказцами которые занимают 20 то есть сделать первые шаги при этом прямо сейчас нужно начать делать вот такие вот то есть подключить еще одного дизайнера начать научиться искать клиентов самостоятельно потому что сейчас они по 40 плану приехать приходит съездить во францию и там попробовать продавать услуги и для этого у них есть сейчас вот такой оборот столько-то дизайнеров столько-то проектов месяца не выпускают это была история нового ильи но там было двое и второй илья написал совсем другую картинку мира что тоже было интересно он написал что там компания за пять лет крутой большой групп на рынке тильному возможно уже к тому времени умрет будет какая-нибудь там корявка другая система потому что двадцатом году ребята не знали что будет вот у них есть большой штат с переездом москву и так далее в общем расписали при этом за три года они делают такой набор действий прямо сейчас его такой набор действий и начиная с того что у них есть вот эта база после этого мы сделали следующий шаг мы собрали две этих стратегий то есть мы взяли стратегию и она была сверху первого или второго объединили их и получили новую красивую стратегию которая удовлетворяет обоих ровно то же самое сделано на следующем этапе то есть это у нас было пять лет это у нас за три года что нужно сделать это ближайшие шаги которые нужно выполнить здесь еще ребята помимо этого они взяли каждый из блоков еще и расписали подробно то есть сделали там под задачи поэтому с вами поговорим в среду если не ошибаюсь у нас будет следующая встреча то есть как на вот это дело расписывать и как с с ним работать вот но это будет все вот собственно что мы получили мы сформировали новую стратегию для компании где она идеально изучить для обоих ильёв ильёв для обоих ильюх ильюх собственно они стали понимать куда они идут за пять лет куда они ведутся за три года чтобы делать прямо сейчас и собственно какое у них текущее состояние что у них есть на текущий момент собственно здесь я бы хотел сделать паузу и знать вам вопрос если какие-то вопросы или что-то может быть здесь вызывает сомнения или хочется что это обсудить опять же чайник есть голос не стесняйтесь говорите или считали сколько это будет стоить безусловно один из этапов мы садились и не рассчитывали с ребятами то есть это было прям большой полноценный шаг это выглядело таким образом сейчас чатик мешает вот так вот у ребяток был такой вот молодкая табличка и здесь вот они садились и отдельно мы просчитывали с ними как как им прийти к этим целям сколько надо сайта сделать сколько за сайт надо брать сколько они будут тратить постоянных переменных расходов какой у них состав должен быть людей ну тут видно например что в зависимости от типа сайта меняется количество участников которые это делают да то есть на одном из этапов мы потом садились это все просчитывали безусловно да вот что я предлагаю сейчас сделать взять паузу сейчас момент слишком много окошечек так не могу перешагнуть через себя и начать планировать на 5 лет даже фантазировать не могу какой-то внутренний ступор вот оль специально для вас уникальная возможность берем сейчас с вами сколько у нас времени 23 минуты давайте 8-7 минуток возьмем я предлагаю вам попробовать напишите вот эту историю напишите через пять лет как вы видите себя смотрите вот самое клевое что вы можете здесь сделать это начать фантазировать то есть не пытайтесь опуститься на реальность и сказать что нет это невозможно там я не знаю может вы захотите на марсе жить да уже через пять лет технически наверное и он маска достроить свою базу уже может быть вы хотите переехать на новую зеландию или например начать разводить курочек и овечек я не знаю вот просто возьмите сейчас лесок ручку телефон куда угодно можете даже в чат если хотите попробуйте напишите вот это вот что с вами будет через пять лет то есть как вы видите себя как человек как эксперт через пять лет доход дело которым вы занимаетесь что у вас с семьей происходит вот что угодно можно перечислить несколько пунктов как видите вот здесь у ребят не один пункт и сразу много попробуйте написать хотя бы пятилетку я предлагаю в 30 минут всем вернуться в чат если кто-то перейдет ниже на этап то есть вы понимаете что пять лет написали напишите за три года написали за три года напишите еще на шаг ниже вот если вопросы есть пожалуйста пишите в чатик либо включать микрофон задавайте не стесняйтесь вот время пошло у нас пять минут как есть вот что он Продолжение следует... 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 Поэтому смелее фантазируйте, оно, правда, работает. Да, здесь можно сказать, что Елена Блиновская welcome в чат. Вот это вот магическое мышление и все остальное, что, типа, стоит лишь пофантазировать, оно случится. Но у меня, на самом деле, есть очень понятное объяснение. Ну, повторюсь, это суперпросто. У нас мозг работает таким образом, что если мы ему сдачу поставили, он сам, пока мы спим, едим, стираем, гуляем, не знаю, а что угодно делаем, он потихонечку ищет какие-то решения этих задач. Вот, если задача не стоит, она точно не решится. То есть, если мы не поставим вот эту цель в точку B, она сама не появится там, потому что мозгу непонятно куда идти. Но стоит нам сказать, давай вот туда вот подумаем, и все. И у нас она начнет работать. Обратите внимание, знаете, есть история, я не знаю, там, вы купили платье какое-нибудь, и вам кажется, что все вокруг начинают в этом платье ходить. У мальчика всегда это с машинами. Только покупаешь машину, тебе кажется, что в городе нет ни одного Opel. Ты покупаешь себе Opel двухдверного, и на каждом перекрестке ты видишь двухдверный Opel. Но как так? Потому что у головы появилось внимание. То есть, мы начинаем фокусироваться на каких-то вещах, начинаем их чаще замечать. И ровно так же здесь будет у вас работать. Как только вы говорите о чем-то вот этом далеком, пятилетнем, помните вот эту презентацию, да, у меня слайд был, когда мы сделали вот эту линию, сказали, вот туда надо смотреть. Во-первых, мы будем отбрасывать все лишнее, а во-вторых, когда мы за пределами будем видеть что-то, сонаправленное с нами, вот с нашей целью, мы будем вот так вот хватать это, притаскивать к себе и говорить, а теперь пошли рядышком. Помогай мне достигать вот той вот цели, которая там стояла. Вот. Я поддержу, Оль, ровно так это работает. У меня, вот то, что я писал в пятилетке, оно за год получается. Мы, когда с ребятами работали, и я вот хотел показать, но там такая частная история, не буду ее выносить. Вот то, что здесь вот было написано, простите, а в трех, а нет, правильно, в цельном состоянии, что нам нужно сделать прямо сейчас. И вот там вот товарищ, он делал систему аналитики в Альфабанке, и он там написал три больших задачи. Мы это сделали с ним в пятницу, и он сказал, ну блин, эта задача прям такая, она большая, она объемная, ну мне на это надо несколько месяцев, чтобы проработал. И я потом смотрю, мне приходят выходные оповещения, что типа Олег, что ты там делал на доске, Олег, что ты редактировал на доске. В понедельник я захожу, и решены все три задачи. Ну просто потому, что ему стало понятно, что нужно сделать. Оно супер банально, а иногда нам надо сесть просто и подумать, собственно, какие шаги у нас лежат к цели, к достижению. И мы их начинаем гораздо быстрее делать. Либо начинаем делегировать, либо просто думаем, как это можно купить, оплатить, не знаю, что угодно, либо сделать самостоятельно, потому что становится нашим фокусом и очень много внимания это уделяется. Ирина пишет, Оль, большое спасибо за братку. Благодарю. Ирина, что на пять лет получилось, на три года что сложно, что не надо прописать конкретно, и мечтать легко. Как к жизни приблизить? Вот как раз здесь вся история в том, что на пять лет это мечта. между пятью годами и тем, что сейчас мы ставим какую-то серединку и пытаемся понять, ну, скажем, чтобы не улететь на Марс через пять лет, ну, мне, наверное, надо построить ракету. Но я ее построить прямо сейчас не могу, поэтому давай-то я пропишу вот сюда вот три года. А чтобы построить ракету за три года, что мне надо сделать прямо сейчас? Мне надо, наверное, найти чертежи ракеты, ну, или купить их, и нанять там инженеров, которые эту ракету будут строить. И тогда, если я сделаю это прямо сейчас, за три года, возможно, появятся ракеты, и за пять лет я на Марс таки улечу. Суть в том, что вот эти три года, это некоторая промежуточная серединка между тем, что мы можем делать прямо сейчас, и вот этой вот фантазии, которая у нас на пяти годах наверху находится. Такое, оно было несложно, дело осознанно, первый раз, когда дело чуть ремонт дома не случилось, это круто, кайф, клево. Не знаю, ребят, задавайте вопросы какие-то, может быть, что-то осталось непонятное. Если вопросиков нет, то я бы хотел сделать небольшую, не знаю, наверное, задачку, может быть, вам поставить. Смотрите, у нас в среду с вами будет следующая встреча, на ней я бы хотел поговорить с вами про приоритизацию. Так, а вот здесь, Илья, на усмотрение. Я, ну, в данном случае то, что я сегодня хотел, чтобы вы написали ваши личные цели, то есть вас как человека, который живет, кушает и о чем-то мечтает. А, лично-профессиональное, все, простите, я думал, личное и корпоративное. Здесь все зависит от того, что для вас важнее. Если вам важно, чтобы там появился ребенок, близкий человек, еще что-то, напишите это, рядышком напишите. При этом хочу еще разовиться, чтобы я был там очень крутым экспертом. Рядышком напишите, еще хочу, чтобы 500 миллионов у меня зарплата в месяц была. Расскажите, что вы хотите через пять лет получить. То есть, вот суть в том, что вас никто не останавливает, никто не будет по рукам веке говорить, что же ты написал такое-то, как это возможно. Этот листок вообще никому не показывайте, где вы там пишете. Пусть это останется у вас. Пишите все, что угодно. Ну, в том упражнении. Кейс один был прикольный. Я, наверное, впервые вот с этим столкнулся. Да, вот как Оля рассказывает. Да, Оля. Класс. Я впервые такую штуку сделал. Был на... Приезжал Брайан Трейси, знаменитый такой дядька. Его привозил к нам на Эйвен, в Россию. Вот. И он выступал в Олимпийском. Это моя первая поездка в Москву была. Короче, ну, в общем, все вот это вот такое восторженное вокруг. И он сказал, сядьте, напишите 100 целей. То есть, чуть другая логика, да? Он просто говорит, напишите 100 целей, там, остановитесь на 10. Ну, в общем, классика. Думаю, каждый из вас с этим сталкивался. То есть, и вот та же самая история. Я все там написал вообще. А потом взял это, положил в банковскую ячейку. И, наверное, нашел этот листок года через три, когда я что-то там перебирал в ячейке, привез документы какие-то черные. Вот. И прям реально было забавно. То есть, я там писал, что я хочу... Вот серьезно, я писал там Opel Asus, что я мечтаю купить ее. Потом у меня был какой-то перерыв, когда я вообще забыл про эту машину. И в итоге купил Opel Asus. Может, товарищ мне приехал? И все, появилась тачка крутая. Поехали смотреть. Вот. Ну, оно правда работает так. Собственно, что хочу, чтобы вы поделали. Попробуйте дописать дома на листке вот эти вот все истории, которые здесь у вас лежат. На следующее занятие хочется, чтобы вы пришли, и у вас вот здесь в целом состоянии было чуть-чуть побольше задач. То есть, за пять лет хочу заработать 100 миллионов долларов, поэтому за три года я буду зарабатывать по миллиону долларов. А вот чтобы мне зарабатывать по миллиону долларов за три года, что мне надо сделать прямо сейчас? Вот здесь я хочу, чтобы вы расписали по возможности подробно. Я понимаю, что там вот, ну, Ирина говорит, да, что тяжело расписать, но я более чем уверен, что, ну, если вы возьмете каждую отдельную цель какую-то, вы точно сможете рассказать, как к ней можно прийти. Ну, я не знаю, найти близкого человека, ну, что там, ну, банально. Надо поставить киндер, зарегистрироваться, сделать фотосессию красиво, написать хорошее описание, дать его корректору, чтобы он поправил, посмотреть, как выглядит описание у других там конкурентов. Помним, да, что стратегию мы пишем всегда по анализу конкурента. Смотрим, как другие профили на киндере заполнены. Ну, и все, и понеслось. Ну, хлоп, все. И из одной истории у меня появился набор сдач. А там еще рядом купить красивое платье или красивый костюм, начать ходить на свидание. Ну, в общем, любую из историй ее можно очень хорошо разложить на маленькие подзадачи. Вот. Я на следующем занятии хочу, чтобы мы с вами попробовали вот из этого списка большого задач, которая, ну, иногда превращается просто в набор бесконечных каких-то вот этих вот вещей. мы научились выбирать то, что нам будет самым полезным, важным и интересным. Это вопрос про креоризацию. Вот. Попробую рассказать про нее вам. И если у вас это будет написано в Excel, прямо, ну, чтобы вы списком перечислили, прямо попробуйте сделать это. Мы бы потратили, опять же, минуток 10-15 и попробовали, ну, вот эти вот задачки ваши отскорить и выбрать лучше. Я подготовлю вам таблицу, в которую вы все это внесете. И, собственно, думаю, ну, будет достаточно полезно и интересно. Просто, чтобы вы научились и точно так же, как вот сегодня мы с вами написали стратегию, да, там, у кого-то она появилась, пятилетняя, у кого-то она, может, была бы ее актуализировали, чтобы вы научились еще и выбирать. А дальше эту историю уже масштабируете куда хотите. Стратегия вашей семьи, стратегия вашего бизнеса, стратегия проектов, в которые вы заходите. Вот мы, вот эти истории, у меня стратегия была для чата. То есть я отвечал в Альфа-банке за чат, и у меня там была стратегия, сейчас я покажу вам, это выглядело вот так. То есть у меня впервые появилась стратегия, вот она, это вот самая первая стратегия, она отвратительная, не дай бог кто-то про нее узнает, вы должны молчать и никому не говорить, чтобы вы видели эту стратегию. Ну, то есть она стремная, она неинтересная, не красивая, потому что я не понимал, как писать. Ну, то есть я тогда считал, что за пять лет наш чат должен стать самым главным инструментом для всех клиентов, чтобы они перестали пользоваться мобильным приложением, сайтом для интернет-банка, это Альфа-банк был. И они просто через чат начали отправлять нам выписки, запросы выписка, выписок, сканы счетов, и так далее, чтобы банк оплачивал. То есть пользователь просто с чатом взаимодействует или записывает голосовые типа, скажи, сколько у меня там денег осталось. И при этом за три года, я думал, надо будет сделать вот такое, бессмысленно, при этом сейчас нам надо сделать вот такое, тоже абсолютно дурацкий набор. Но суть в том, что вот этот вот набор вот этих вещей, он превратился в такую гиданскую доску, на которой куча аналитики была проведена, появились какие-то новые концепты. Здесь мы проработали с командой и поняли, с кем мы взаимодействуем. Здесь мы... И вот тоже отдельная история, что когда вот эту вот стратегию ты доносишь до своих близких, ну, если мы говорим про работу, это наши коллеги, если мы говорим про наше личное, это наши самые близкие, там, ну, наша семья, то люди, вот как помните, там стрелка, да, у нас поднимались наверх, то люди вместе с нами начинают в этом направлении двигаться. А возможно, они где-то скажут, ну, блин, это какая-то неправильная мысль, давай, вот, ну, я думаю, что лучше так. И здесь начинается дискуссия, вы опять же приходите к какому-то идеальному решению. И вот тут у меня, например, когда я показал стратегию, вот эту аналитик ко мне пришел, Сережа, и принес просто настолько шикарную мысль, хорошую идею, которая потом превратилась в очень клевый концепт, красивый, в который потом дошел прямо, ну, до верхушки Альфа-банка, мы его презентовывали, там, ну, в общем, собрали кучу лавров. Вот, и она начинает работать таким образом, что ты уже из этого процесса выпадаешь, а процесс работает сам без тебя. Наверное, на этом все у меня. Не знаю, стоит ли где-то записать это как домашку в чатике, может быть, подключись, скажи, пожалуйста, как правильно сделать этот момент. Как правильно сделать? Просто сделать домашку и прийти в среду? Да, собственно, элементарно. Очень просто. в общем, чтобы нам пойти на следующий шрок, повторюсь, нам надо будет иметь от вас где-то мне, почитаем. Нам нужно иметь список вот этих вот задач, которые нам надо делать прямо сейчас, которые появляются после пяти, трех и вот в текущем моменте что мы делаем. Приходим, пишем, приоритизируем и получаем результат. Вот. Вопросики. Скажу заранее, в среду будет лекция, которую я точно ни разу не рассказывал нигде, готовил ее для декабрьской конференции, там достаточно интересная история будет, поэтому приходите, я думаю, будет прикольно послушать, вот, посмотрите, что такое приоритизация, как она работает. Прекрасно тогда сбой, сдача и сна. Классно. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Сереж. Спасибо всем за встречу и до свидания. Огонь. Благодарю всех. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok